Отчёт о работе представил председатель правительства Эрик Пухаев. Шестой созыв завершил свою работу. В республике 9 июня состоятся парламентские выборы. Народ Южной Осетии изберёт новый состав депутатского корпуса. По словам спикера парламента, исполнительный орган показал хороший результат в работе. Представленного правительством Республики Южной Осетии отчёта о результатах деятельности правительства в 2018 году показал значительный рост финансово-экономических показателей. Об этом говорит тот факт, что собственные доходы в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличены на 4,2%, а налоговые и неналоговые доходы государственных поступлений от негосударственных организаций увеличились на 37,9%. И мы ясно видим, что исполнительная власть, во главе с президентом Анатолием Бибиловым, предлагает все усилия для получения жизненного уровня населения. Председатель правительства поблагодарил депутатский состав за работу и представил отчёт о работе правительства. В 2018 году правительство внесло в парламент 33 законопроекта. Основными статьями расходования средств госпюджета Республики в почётный период являлись выплаты заработной платы, расходы на социальную поддержку населения, обеспечение продуктами питания детских, образовательных и лечебных учреждений, приобретение медикаментов и перевязочных средств. Одним из основных направлений расходования средств госпюджета является финансирование инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию». Впервые инвестиционная программа была исполнена на 100%. В течение более чем 10 лет, наверное, 10 лет уже прошло, наше правительство единственный раз, случай единственный раз, когда в полной мере это исполнило инвестиционную программу. Глава парламентского комитета Инн Алджуев проинформировал, что работники ЖКХ не получают заработную плату. Он отметил, что работа по решению этого вопроса ведётся, и правительство делает всё возможное для его решения. «Я работаю, а мне зарплату не платят. Этому работнику абсолютно всё равно, кто там чем занимается, руководитель ЖКХ или руководитель района, или правительство, или президент. Ему всё равно. Он поработал и не имеет зарплату. Но вот до 5 июня, чтобы эти люди получили свою зарплату». В конце президент поблагодарил депутатов за проделанную работу. «Я вам всем желаю победы. Я вам всем и нам всем желаю, чтобы парламент седьмого созыва так же плотно работал с правительством, как работали вы последние два года». Спикер парламента вручил медали Тореза Кулумбегова ряду депутатов первого созыва. Многие были награждены медалью Тореза Кулумбегова посмертно. Среди них патриарх югостинской политики Снаургасев, Дмитрий Валев, Хаджимурат Зуцате, Арон Пухаев, Махарбек Тедеев. Эльвира Дебилова, Регина Черткоева, Айда Кочева. Информационный выпуск сегодня.